Открытый кубок Беларуси и первенство страны по плаванию состоялись в одни сроки в одном бассейне. Местом проведения стал Брестский областной центр Олимпийского резерва по водным видам спорта. И не случайно хорошая материально-техническая база позволяет проводить соревнования самого разного уровня. За медали и главный приз в эти дни борются 340 спортсменов из разных городов Беларуси, а также гости из России. Уже есть личный рекорд, пропал 400 метров кролем, а 416, хотя лучше было 420. Ну, я с собой доволен. У нас не было соревнований в районе 3 месяцев или 4 даже. Это очень сложно, потому что непонятно, к чему ты готовишься, зачем плаваешь, зачем вот это все время на тренировки ходишь. Из-за этого сложности все время возникают. Ну, пропадает мотивация тренироваться. Сегодня с двойной отдачей работали. Да, еще и вечером будем работать. Я занимаюсь 7 лет, и у меня просто было желание, я прям горела этим желанием, ну, пойти на плавание. Я заняла в городе Гродно в 2019 году 3 вторых места на республиканских соревнованиях. Из 340 спортсменов, 89 мастеров спорта и 16 мастеров спорта международного класса. На протяжении нескольких дней определятся сильнейшие на различных дистанциях. Вольным стилем брасом, бутерфляем на спине. Соревнования очень престижные. По их итогам сформируется команда, которая будет участвовать в первых играх СНГ. Состоятся они в начале сентября. Плавание популярно, и успехи наших пловцов подтолкнули молодежь к занятиям именно плавания. В принципе, если говорить об популярности, на сегодня, сегодня в утренней части программы, 37 предварительных заплывов. Это достаточно большое количество спортсменов участвует. Но я отмечу, что из 340 участвующих спортсменов, очень много молодых спортсменов, которые, по сути дела, впервые приехали на столь крупные соревнования, как первенство Республики Беларусь. Поэтому популярно плавание, и популярность его растет в нашей стране. Утром проходят предварительные заплывы, по вечерам финальные итоги соревнований подведут 18 июля.